Продолжение следует... Ну что ж, коллеги, сегодня мы с вами приступаем к циклу вебинаров, который будет посвящен разного рода интерактивного контента, использованию интерактивного контента в обучении. И сегодня наша тема интерактивности мультимедиа, синергия взаимного применения в обучении. Вот как раз мы закончили совсем недавно с вами рассмотрение вопроса медийного учебного видео. И сейчас переходим к интерактивности и в качестве связующей темы будем использовать вот такую постановку вопроса. Ну, как всегда, несколько слов перед тем, как начать вебинар. Я прошу прощения тем, кто постоянно ходит, потому что на каждом из наших вебинаров у нас есть новые люди, и поэтому требуется объяснение. Ну, как раз в это время все собираются на вебинар. Итак, в самом начале чата вы увидите две важные ссылки. Первая ссылка ведет на наше расписание вебинаров, на котором вы можете зарегистрироваться прямо из расписания, интерактивное расписание. Вот, кстати, это расписание сделано теми средствами, о которых мы сегодня будем говорить. Интерактивное расписание, в котором вы можете зарегистрироваться на все вебинары текущего полугодия, примерно до середины-конца июня текущего года. И вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал в Ютьюбе, на котором помещаются записи наших вебинаров, в том числе и запись этого вебинара тоже будет размещена там. Хотел бы обратить ваше внимание, что текущая презентация, как и практически все наши презентации на наших вебинарах, ее можно скачать и использовать по собственному усмотрению со ссылкой на автора. Для того, чтобы ее скачать, надо открыть окошечко ресурса. Окошко ресурса открывается следующим образом. Посмотрите, вот примерно в этом направлении, вы увидите ряд кнопочек, одна из кнопок в виде открывающейся папки. Вот последовательно нажимая на эту кнопку, вы открываете или закрываете окно ресурса, которое располагается справа от вашей презентации. В этом окне есть строчки, которые помечены дискетой. Это те строки, которые ведут на документы какие-то. Вот в частности, единственная строка, которая там сейчас есть, она ведет на презентацию. Это означает, что эту презентацию можно скачать. Для того, чтобы ее скачать, надо нажимать не на название файла, а на сам значок дискетки. В этом случае вы сможете скачать презентацию. Если по каким-то причинам презентацию скачать не удалось, а хочется ее иметь у себя, тогда после в частном порядке пишите, я вам пришлю презентацию. Все участники вебинара получают бесплатный именной электронный сертификат. Вам придет письмо на... В течение одного-двух дней придет письмо на тот адрес электронной почты, под которым вы зарегистрировались на данном вебинаре. Вы должны будете перейти на наш портал. По ссылке в этом письме зарегистрироваться или войти до него, если уже вы там были. И вам откроется ссылка на скачивание вебинаров. Кстати, не знаю, присутствуют ли здесь те, кто задавали мне вопросы по вебинарам на прошлом и позапрошлом занятиях. По поводу даты вебинара, то, что там не приходят вебинары. Все ваши вопросы я переслал коллеге, которая занимается этим вопросом. И, насколько я понимаю, большинство, по крайней мере, этих вопросов решено. И если нет, то пишите мне, мы их решим в частном порядке. Итак, приступим к теме нашего сегодняшнего вебинара. Почему, собственно, вот такая связка интерактивности мультимедиа? Дело в том, что это два направления работы с контентом, наиболее актуальные в настоящее время. Актуальность их связана с революцией медиаформатов и вообще с революцией медиа. Под медиа мы здесь понимаем, конечно, не средства массовой информации, а вообще медиа как средство коммуникации. Любое средство коммуникации будем называть медиа. То, что произошло за последние 10 лет в интернете, вы сами, наверное, наблюдаете. Это и сокращение востребованности длинных текстов, и ориентация людей на графическую информацию, на видеоинформацию, ну и много-много другого. Здесь вот о революции медиа можно было бы очень много говорить. Ну и уже здесь мы видим слово «медиа». А интерактивность – это то, что позволяет нам из мертвого контента делать живой. Ну вот так вот, если говорить метафорами. То есть тот контент, который можно оживить, который может с вами общаться от имени автора. Не только своими смыслами общаться, как текст, а общаться на уровне интерфейса. То есть видоизменяться в соответствии с тем, как ведет себя потребитель этого контента или читатель. Вот, ну это, разумеется, тоже весьма актуальная вещь, потому что все то, что не было интерактивным, за последние годы стало. И практически в любой контент, включая и образовательный, разумеется, да, мы стали помещать какие-то элементы, которые позволяют себя вести самостоятельно, ну условно говоря, самостоятельно при работе пользователя с этим контентом. Ну а теперь, прежде чем мы перейдем к рассмотрению вопроса, давайте так вот, какие-то из этих слайдов я давал уже на предыдущих презентациях, но не обессудьте, кто был. Давайте пока хотя бы сократим понятие мультимедиа и понятие интерактивности до счетного количества каких-то понятий. Вот под мультимедиа мы будем далее понимать в основном видеоконтент, потому что, например, такие виды контента, как мультимедиа контента, как звуковой контент или иллюстративный контент, они, про них можно сказать почти то же самое, но видеоконтент наиболее сложный из всех этих видов контента, поэтому на его примере проще все это объяснять. Итак, вот здесь вы видите только некоторые виды видеоконтента, а сейчас я вам дам ссылочку на... Сейчас, одну минутку, я ее вытащу из презентации. И помещу в наш чат. Это... Так, почему-то она не поместилась у меня. Одну минутку. Одну минутку. Прошу подождать совсем немного. Сейчас у меня тут... Что-то не совсем почему-то выходит. Скопировать ссылку. Так, вот, наконец, удалось. Я вам предлагаю для такого экскурса страницу, которую я создал, которая называется «Типология учебного видео». Это такой краткий онлайн-справочник по видам учебного видеоконтента. Содержит там более 70 примеров различных. Привожу его здесь, просто чтобы показать, насколько многообразен может быть учебный видеоконтент. То есть, говоря об учебном видео, мы подразумеваем очень много разных совершенно форм. Ну и, говоря о интерактивности, вот рассмотрим... Да, я вообще вот эту ссылку вам рекомендую. Она зародилась из одного из моих курсов по учебному видео. Сначала это было одно из тем, потом я решил сделать из нее такой вот справочник открытый. И вот сейчас всем его предлагаю. Его, конечно, за время нашего вебинара весь не рассмотришь, но потом рассмотреть его, это достаточно интересно. И здесь я из сотен и тысяч интерактивных сервисов, которые служат для создания интерактивного же контента, который в свою очередь можно использовать в вашем учебном контенте, в ваших электронных учебных курсах, выделил несколько, которые я особенно люблю и которые обычно преподаю на своих курсах, посвященных интерактивному контенту. Особый разговор, почему мы ведем речь сейчас об интернет-сервисах, а не о программном обеспечении, которое существует на вашем компьютере и создает какой-то контент. На мой взгляд, интерактивные интернет-сервисы – это наиболее актуальная форма инструментария, особенно если речь идет о бесплатном инструментарии, при помощи которого можно делать вот эти вот вещи. И их надо знать и использовать на полную катушку, чтобы получать от них эффект. Так вот, о каких сервисах идет речь? Это сервис для создания карт знаний Poplet, сервис Taggool для создания облака тегов, замечательный сервис StoryMap.js, при помощи которого можно делать интерактивные путешествия, сервис, ну просто отпадный, Tilda Publishing – это сервис, при помощи которого можно осуществлять сборку контента в единой странице, сервис, с которым я познакомился два с половиной года назад и с тех пор просто не расстаюсь. сервис Инклинк для создания интерактивных картинок и интерактивного видео. Кстати, вот на прошлом занятии, если тут присутствует тот, кто задавал вопрос по интерактивному видео, я вспомнил, да, таки у нас будет этому вопросу посвящено немножко на этом занятии и еще какое-то время на следующем нашем занятии, которое 22-го числа состоится. И Timeline.js – это сервис для производства шкал времени, тоже очень крутой сервис, который, ну я считаю, профессиональный сервис, его используют, не гнушается использовать передовые СМИ, корпоративные сервера крупных компаний и так далее. Ну и давайте мы рассмотрим сегодняшние вопросы. Вопросы у нас сегодня такие. Я попытался чисто условно, очень условно поделить сегодняшнее повествование на пять частей. В первом мы поговорим о медиа в интерактивном контенте, в изначально интерактивном контенте. Во втором, наоборот, поговорим об интерактивности в медийном контенте, то есть когда ведущим контентом является медийный контент и как можно привнести в него интерактивность. Дальше немножко поговорим об интерактивных возможностях облачных сервисов, таких как YouTube и Vimeo. Четвертый пункт будет посвящен использованию интерактива для создания видеороликов. То есть, каким образом можно создавать видеоролики, используя чисто интерактивные сервисы, которые не предусматривают медийного воплощения. Ну и в конце немножко поговорим об интерактивности как способа структурирования учебного видео. Этот пятый пункт является, наверное, таким обобщением первого и второго пункта. Говорит уже о том, не просто как использовать медиа в интерактивности, интерактивность медиа, а какие при этом возникают новые структуры. Что ж, давайте пойдем. У нас сегодня достаточно серьезная повестка. Итак, интерактивный контент, использование медиа в интерактивном контенте. Сам по себе интерактивный контент – это чрезвычайно интересная вещь. Особенно она интересная для людей с аналитическим складом ума. Вот если, например, вы заходите на такой вот сайт, сейчас дам на него ссылочку. К сожалению, сразу перед началом вебинара я зашел на этот сайт, увидел, что у него изменился интерфейс, и не успел найти на нем русский раздел. Вот в прошлом интерфейсе был русский раздел. Именно он здесь продемонстрирован на слайде. Сайт чрезвычайно интересный. Он посвящен демографическим проблемам Земли. Там построены пирамиды, популяционные пирамиды, или полувозрастные пирамиды для всех стран мира, для всех континентов, для мира в целом. А также предсказано, что будет происходить с населением стран вплоть до 2100 года. Ну и в качестве базы используется информация от 1950 года до нашего времени. Очень интересный сайт. Но, однако же, он чисто интерактивный. То есть, вот вы тыкаете в какую-то страну, выбираете какое-то время и получаете информацию. В нем нет медианаполнения. То есть, он весь состоит из вот этой вот интерактивности. И, на мой взгляд, это сайт чрезвычайно познавательный, но слегка сухой. То есть, хочется какого-то более окрашенной контентной составляющей. Ну и, да, я хочу сказать, что на этом сайте мы еще немножко остановимся. Вообще, посмотрите его на досуге. Я вот как на него зашел, так просто подвис там на несколько часов, потому что очень интересная информация. Вот, мы еще на этой картинке остановимся, когда будем говорить о роликах, которые можно сделать на основе интерактива. Итак, как использовать видео и звук в интерактивном контенте? Если мы изначально создаем интерактивный контент, вернусь к вот этому списку, да, все эти сервисы создают ту или иную форму интерактивного контента. Так вот, в любом из них в настоящий момент есть возможность вставить различные медиа, делать различные медиа вставки. Делается это различным способом. Чаще всего просто передается ссылка на ваш ролик в YouTube или Vimeo. Реже можно скачать видеоролик или звук целиком. В качестве альтернативного варианта есть еще вариант, когда вы просто передаете ссылку на ваш ролик, хранящийся где-то на вашем хостинге где-то. Это, в общем, различные варианты доступа к медиа информации. Но смысл в том, что почти в каждом из них, ну, из этих сервисов вообще в каждом, есть возможность использования каких-то медиа форматов. Вот давайте очень вкратце рассмотрим эти сервисы. Первый сервис – это создание карт знаний при помощи сервиса POPLET. карты знаний – это такие графы, если говорить языком математики, графы, в узлах которых находится какая-то информация. Эта информация может быть текстовая, может быть иллюстративная, а может быть и другого характера. Например, карта с Google Card, либо, вот как в данном, ну, здесь не очень, может быть, близко это, да, но вот, например, в этой ячейке располагается видеоматериал с YouTube. Вставляется он просто соответствующей ссылкой на ролик в YouTube. Таким образом, да, сама по себе карта знаний служит для, ну, в том числе она служит для многих вещей, да, в том числе она служит не только для того, чтобы как-то конфигурировать контент, но и для того, чтобы думать о чем-то. То есть в процессе ваших раздумий вы, над какой-то проблемой, вы строите вот такую вот карту знаний, которая вам помогает структурировать ваши мысли. Но в данном случае мы говорим о структурировании контента. И сервис Poplet – это один из очень многих сервисов, который занимается построением карт знаний или ментальных карт по-другому. Выбрал я его из всех потому, что он позволяет создавать карты произвольной связности. То есть не только карты, которые создают ветвистые графы, да, то есть иерархические ветвистые графы, но и графы произвольной формы, где любой узел может с любым другим узлом иметь связь какую-то. помещение сюда возможности обращаться к видеоматериалам делает такие карты очень полезными для учебного применения. По сути дела вот такая карта может представлять собой готовый учебный материал, но может быть не в рамках дисциплины, а в более мелкой форме учебного контента. Можно даже и дисциплину так отобразить полностью. Если в каждом элементе будет присутствовать учебный видеоролик, а сама карта будет показывать связи между этими смысловыми кусочками, то, по сути дела, вот с одной такой карты можно осуществлять обучение по всему вот этому учебному контенту. Это очень удобно. Да, ну это несколько слов. Конечно, так вот сразу не расскажешь, потому что на каждый из этих сервисов я обычно трачу целый вебинар, чтобы рассказать полностью, да. Но ментальная карта такого вот рода – это важный этап к отходу от чисто иерархического мышления. Вот мы привыкли, что у нас дисциплина делится на темы, темы делятся на вопросы, ну и никак иначе. И все остальное – это от лукавого. То есть вот такая вот чисто иерархическая тема там. Разделы делятся на главы, главы делятся на подглавы. Ну, реальное знание, оно не имеет иерархии, оно имеет сетевую структуру. И вот такая вот карта знаний, она как раз апеллирует больше к сетевому представлению знаний. Ну, вот тут достаточно быстро просмотрим, как заполняется вот такой вот узел, да, чрезвычайно простое управление тут. Вот есть вот такая вот кнопочка для медиаресурсов. Она вызывает вот такое вот окошко, в котором можно вставить либо изображение со своего компьютера, либо ссылку на YouTube или Vimeo. Да, ну, также можно посредством вот передвижения, вот когда вы за вот эти вот органы управления двигаете мышкой, то можете связать любой из узел с другим. Ну, и вот так вот в увеличенном виде показано, как выглядит видео внутри этого узла. Ну, разумеется, смотреть можно не только внутри этого узла, это иногда мелко получается, ну, и на весь экран разворачивать это. Кто подробнее интересуется, скачивайте презентацию, там есть много полезной информации, включая и мои учебные ролики по этому сервису. Следующий сервис, который мы рассмотрим, это сервис Toggle, один из моих любимых сервисов, хотя и достаточно старый уже. Сервис представляет из себя... Да, здесь вот тоже есть... ... 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 Урок из трех роликов. Кстати, самый свежий мой видеоурок от февраля этого года. Обновленный. До этого был другой видеоурок. Он уже устарел. А вот сейчас вот такой вот есть. Можете его посмотреть. Что такое облако тегов? Это набор слов и словосочетаний, которые графически помещаются в какой-то объект в виде облака или в виде какого-то изображения. Вот здесь, например, в виде сердца. Помещается различными цветами. Размер этих слов или словосочетаний, чаще все-таки слов со словосочетаниями труднее, пропорционален какому-то весовому коэффициенту. Возможно, просто частотности этих слов в вашем учебном контенте. Возможно, есть какая-то более важная для вас метрика, которую вы можете вычислить и присвоить этим словам. Каждый из этих слов является кликабельным. И по нему можно перейти куда-то, куда вы скажете. Например, поиск по вашему сайту по этому слову. Либо поиск по всему интернету. Но это не так интересно по этому слову. Либо можете направить на свой глоссарий, где это слово разъяснено. Но в частном случае ссылка может ввести и на какой-то медийный ресурс. Например, на какой-то звук или на какой-то видеоролик. Вот это нам сейчас важно. Для чего нужны вообще вот такие облака тегов в обучении? Ну и вообще они появились для чего? Дело в том, что есть очень мало способов за очень короткое время дать представление вашему слушателю или студенту о том, что будет в вашем курсе. Есть в современных условиях есть необходимость, особенно если есть люди, которые заходят впервые на ваш материал и которые еще не приняли решение, будут ли они изучать ваш материал или нет. Есть большая необходимость за 2-3 секунды дать информацию о самом главном, что есть в вашем курсе, например. И вот облако тегов выполняет это максимально эффективно. Достаточно окинуть взглядом вот это вот облако и сразу понятно, о чем пойдет речь в вашем курсе. Что в нем более главное, что менее главное, что может быть есть, но на втором плане находится и так далее. Это важно потому, что это цепляет глаз потенциального вашего слушателя и не позволяет ему сразу уйти с вашего сайта, если он чего-то не понял. А доля таких людей составляет... Это очень много. То есть, если люди пришли на ваш сайт относительно... Ну, на ваш контент, не знаю, каким способом... Относительно случайно, то и доля тех, которые уйдут с него через несколько секунд после начала осмотра, тоже очень велика. Если вам важны эти люди, то зацепить их можно вот при помощи такого сервиса. Следующий сервис – это StoryMap.js. Совершенно замечательный сервис, который позволяет делать интерактивные карты, путешествия по каким-то маршрутам, как вы вот здесь вот видите. Вот первоначально это выглядит примерно так. Вот маршрут какой-то. А на нем располагаются события. Эти события могут быть просто текстовыми событиями, ссылками на Википедию, картинками, звуками, твитами. А в том числе могут быть и видеофрагментами, и элементами других каких-то медиа. Вот так примерно выглядит в увеличенном виде один из слайдов. В данном случае мы вот навели сюда уже как бы увеличительное стекло на эту карту, на этот маршрут. И вот в этой точке случилось какое-то событие, о котором мы рассказываем. Помещаем видеосюжет вот такой вот. И можем текстом еще чего-нибудь добавить. Замечательная возможность. Обращаю ваше внимание, как здесь органично медиа вливаются в интерактивность. То есть вы можете не просто вот по этой карте ходить и произвольно в любое место переходить. Либо вот здесь посредством... Давайте сотру. Посредством вот этих вот кнопочек вперед-назад ходить между точками. Но и смотреть достаточно пространные видеоматериалы, либо слушать какие-то звуки, слушать речи какие-то. Возможно там голоса птиц, я не знаю. То есть любые медиаматериалы сюда могут помещаться. Там по моим подсчетам около 25 разных видов медиа возможно поместить вот в это вот окошко посредством вставки соответствующих кодов. Вторым способом использования того же самого сервиса является использование его в режиме гигапиксельной иллюстрации. Это когда вместо карты вот этой, которую мы только что видели, вот такой вот карты присутствуют в очень высокой четкости изображение какое-то. Например, изображение какого-то художественного полотна. Что такое гигапиксельная иллюстрация? Гигапиксельная иллюстрация, вот чтобы вы примерно представляли, это иллюстрация размером примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. Если мерить размерами вашего экрана, это примерно от 15 до 30 размеров в ширину вашего экрана и примерно до 30 размеров в высоту. Вот представьте, вот какая маленькая часть помещается этого изображения на вашем экране, если его рассматривать один в один. А сервис StoryMap позволяет вот это изображение использовать в качестве самоулучшающейся картинки. То есть мы имеем возможность как будто бы наводить камеру нашего интереса на какие-то точки и улучшать 2, 3, 4, 5, а то и 6 раз, последовательно улучшать, приближаться. И при этом качество все улучшается и улучшается и позволяет нам рассмотреть все больше и больше деталей в этой картинке. Ну, один из таких примеров, который я использовал в рамках нашей работы в компании Директ Медиа над программой, которая называется Ортотека. Вот, можете посмотреть. Сейчас я вам дам эту ссылку. Одну минутку. Мне надо будет сейчас перейти. Сейчас я эту ссылку вам дам прямо в чате. Вот как раз эта ссылка. Ее можно посмотреть прямо по ходу вебинара. Думаю, она не затруднит дальнейший ход вебинара, но она показывает, что из себя представляет... Так, а почему-то у нас здесь произошло... Да, вот примерно так. Что из себя представляет вот такой вот инструмент. Сам по себе инструмент интересный, интерактивный, и вообще говоря, он даже вот в этой области основан на медиа, потому что вот это вот изображение высокой четкости, четкости, гигапиксельное изображение, по своей природе само является медиаматериалом. Оно и не допускает... То есть есть существенное различие между обычной иллюстрацией и иллюстрацией высокой четкости, вот такое, о которой я говорил, гигапиксельной. И даже по самому способу доступа к такой информации, оно является отдельным медиа. Но кроме всего, и вот в этой части экрана, поясняющей части экрана, тоже можно воспроизводить все действия, которые можно было делать вот здесь вот. То есть тоже можно помещать любые вот эти из упомянутых 25 различных видов медиа для пояснения текущего момента. Это очень интересный инструмент, и я его очень вам рекомендую. Он, правда, не то чтобы очень простой в освоении, но дает просто блестящие результаты. То есть при его использовании можно достичь очень серьезного эффекта. И при этом то, о чем мы сейчас говорим, слияние и синергия медиа и интерактивности здесь, наверное, наблюдается в наибольшей степени. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, это сервис лонгридов Tilda Publishing. Что такое лонгрид? Это страница, вообще говоря, обычная страница в интернете, но она не совсем обычная. Не совсем обычная, потому что в ней достаточно много информации, она хорошо структурирована, хорошо сверстана. В ней много медийных, опять же, элементов, таких как видео и иллюстрации. Есть специальные способы работы с этими элементами, такие как слайдеры, например, и так далее. То есть это современная страница, предназначенная для показа насыщенного контента. И в этом смысле этот сервис Tilda Publishing является еще и замечательным инструментом, оконечным, в котором мы все элементы нашего контента собираем и размещаем его в своем окончательном виде. То есть это еще и сервис для сбора всего этого контента. Tilda Publishing требует, несомненно, отдельного рассмотрения. Ну вот в качестве примера тоже можете посмотреть вот это. Не буду это уже давать в чат, посмотрите прямо с презентации. Отдельного рассмотрения требует, ну просто один пример, то что в моем курсе, который должен состояться, начаться 23 мая, это новый курс совершенно, в нем сервису Tilda будет посвящено 5 полноценных тем. То есть это очень функциональный сервис и при этом он для входа очень прост. То есть для того, чтобы в нем начать работать, надо сделать не так много. Он очень понятный и всего несколько первых часов и вот вы уже работаете в нем почти полноценно. То есть, конечно, совершенствоваться можно потом много, но для начала надо не так много. А суть его и вся прелесть заключена в его модульности. Модульность, что такое модульность в данном случае? Это профессиональные программисты и профессиональные дизайнеры создали для этого сервиса около 500 различных блоков. Каждый блок сам по себе дизайнерски безупречен. И эти блоки вы можете наполнять своим собственным контентом. Другими словами, вам не надо думать как дизайнеру о расположении частей, о правильной верстке, о выборе правильных шрифтов, правильных размеров этих шрифтов, о том, как эти блоки расположить друг относительно друга, потому что и расстояние между ними тоже входит в понятие самого блока. Вам надо думать, ну, по крайней мере, на первом этапе освоения сервиса, только о том, чтобы подобрать нужный блок и заполнить его вашей личной информацией. То есть ваша деятельность, она от верстки и несвойственных вам функций программирования и компетенций дизайнера, в которых вы можете быть не настолько продвинутыми, переходит в вашу непосредственно предметную область и вы можете концентрироваться на наполнении этой страницы непосредственно вашим контентом. Вот в чем прелесть этого блока, блочной такой системы. А потом из этих блоков, как из кирпичиков, строится вот такая страничка LongGrid. В нашем случае, в образовательном случае, вот такой вот LongGrid может из себя представлять, например, тему вашего курса. Все больше не буду говорить об этом, потому что много надо говорить иначе. Гораздо более простой сервис. Это сервис ThinkLink, который позволяет создавать интерактивы на основе графики, то есть какого-то изображения, либо на основе видео. Вот самая простая картинка. Это здесь вы видите, в виде вот таких вот жирных точек, хранится какая-то информация по каждому из персонажей, а в виде вот таких вот кружочков со стрелочками хранятся специальные видеоматериалы, которые открываются при наведении на этот кружочек. Больше об этом говорить не буду. Очень просто и очень удобно для создания интерактивных материалов. Следующий сервис, о котором хотелось бы сказать, это Timeline.js. Это сервис для создания осей времени или шкал времени, а по-английски это звучит как Timeline. Сервис очень крутой. Так, да, здесь у меня всего лишь один слайд. Сервис очень крутой. И вообще Timeline это одна из лучших идей, которые придумало человечество для визуализации. Для визуализации каких-то, в данном случае, каких-то событий. То есть, все то, что можно показать во временном контексте, очень удобно показывать в виде оси времени. То есть, когда у вас есть какое-то временное поле, например, полгода или полтысячелетия, и на этой оси ложатся какие-то события, а каждый из этих событий имеет свое контентное наполнение. В частности, именно в таком ключе сделано расписание наших вебинаров. Если вы им пользовались, вы уже понимаете, что такое Timeline, сделанный в этой технологии. То есть, это набор слайдов, которые можно перещелкивать, или можно прямо на оси времени выбирать напрямую какое-то событие и смотреть, что за контент к этому событию приотачен. То есть, что за контент соответствует этому событию. Так вот, этот контент может быть также и видеоконтентом, и звуковым контентом. То есть, опять все те 25 видов различного медиа-контента, о которых я говорил, они сюда же тоже могут быть помещены. Вот, ладно, пойдем дальше, а то мы уже опаздываем. Итак, теперь интерактивность в медийном контенте. Медиа-контент сам по себе очень интересен, но подчас бывает монотонен без интерактивности. То есть, когда вам дают обильную медиа-информацию, но не дают возможности ей оперировать, это слегка бывает иногда монотонно. То есть, вам хочется поучаствовать. Самый блестящий пример – это телевидение и интернет. Вот, смотря телевидение, вы имеете возможность единственную переключить канал. Никак повлиять на то, что происходит на экране, иначе вы не можете. Да, а в интернете вы можете переключиться между любыми сайтами, но это не только. Внутри каждого сайта вы можете выбрать модель поведения, переключаться любым способом, что-то кому-то сообщать, общаться и так далее. Вот это разница между чистым медиа-контентом и медиа-контентом с интерактивностями. С нашей точки зрения, с преподавательской, тоже в этом есть смысл. Если вы даете чистый видеоконтент, чистый видеоурок, и не создаете какую-то внутреннюю структуру, то это может плохо повлиять на усваиваемость этого контента, на мотивируемость ваших студентов изучать этот контент. Структура ролика должна быть... Ролик не должен быть монотонным, у него должна быть своя структура. Это создается, правда, и чисто видеосредствами, и в том числе интонацией голоса, сменой кадров соответствующих, анимацией внутри одного кадра. Но это может создаваться также и при помощи интерактива, такого как горячие точки внутри видео, опросы, титры, которыми можно управлять как средством прямого доступа и так далее. И вот тут вот я вам для создания подобных вещей мог бы порекомендовать программное обеспечение, которое называется Camtasia Stadia. Вот тут есть ссылка на трейл-версию этой программы. Программа, правда, не бесплатная, но не буду здесь повторять, что именно ее, я считаю, наилучшим вариантом для разработки учебного видео. Мы этому посвятили вот три предыдущих вебинара. Вот. Ну, программа достаточно хорошая. Здесь я очень кратенько покажу, как можно ее использовать для создания учебного интерактива внутри учебного ролика. Вот здесь показано, что можно, а что нельзя делать, какие интерактивные свойства можно применять в различных случаях. И вот здесь показано, что обычное видео, ну, MP4, например, оно не обладает интерактивными свойствами. В этом есть некоторая неприятность, которую надо учитывать. Само по себе видео, любое видео в любом стандартном формате, это всего лишь видео. Внутри него нет интерактивных свойств. Вот. Поэтому все интерактивные свойства в интернете реализуются в некой обвязке, где находится видео. Либо в том плеере, в котором оно играется, либо на том облачном сервисе, где оно хранится. Например, в YouTube можно организовать интерактивность. Либо непосредственно на той учебной платформе, где это все происходит. Например, видео внутри платформы Курсера имеет возможности создания опросов и других интересных интерактивов. Вот. Ну, и тут показывается, что... И рассказывается, что для того, чтобы сделать интерактив Camtasia, надо его сохранить либо на облачный сервис самой Camtasia, скринкастком, либо создать ролик вместе с плеером, поставляемый Camtasia. То есть это некий набор HTML, CSS и JavaScript файлов, которые идут вместе с вашим роликом и обеспечивают вот эту вот ту интерактивность, о которой я говорил. Интерактивность внутри Camtasia обеспечивается разными способами. Вот простейший способ. Это создание горячей точки, hotspot. То есть это интерактивность... Это просто ссылка, гипертекстовая ссылка, ведущая от какой-то части изображения. Ну вот погружаться не будем. Вот просто хочу сказать, что это можно сделать посредством так называемых калаутов или выносок. Вот один из видов выносок это вот как раз вставка такой вот hotspot. Ну и вот так это выглядит в конечном виде, когда без красной рамочки. Красная рамочка это я привнес для того, чтобы показать, как это выглядит. Вот можно, например, так это сделать в похожем на интернет варианте в виде подчеркнутого изображения такого, на которое можно просто нажать вот здесь и перейти к другому ролику либо перейти на сайт в какой-то раздел. Другой способ интерактива это создание титров. Титры сами по себе являются не только элементом изображения вот таким вот, который появляется на экране и что-то поясняет, но можно его использовать и в качестве интерактивного элемента, в качестве элемента прямого доступа к изображению. Прямого доступа к определенной части ролика. Вот так это выглядит. вот в данном случае вот эта часть изображения это как раз плеер камтазии и в нем есть разные кнопочки интересные. Если мы нажимаем на кнопочку вот это вот CC, то переходим в управление титрами и в этом случае появляется вот такое вот слева окошко, где все титры мы можем видеть, мы можем их отбирать по фильтру какому-то, можем просто листать и самое главное нажимая на какую-то их часть, можем прямо переходить к тому, к той части видео, которая нам необходима. Это очень важно именно в контексте обучения, потому что ролик сам по себе ну ролик конечно не должен быть длинным, 4-7 минут советуют курсера делать ролики учебные не больше, тем не менее внутри ролика сам по себе ролик он его нельзя проглядеть так, как мы проглядываем книжку, потому что когда мы проглядываем несколько страниц мы сразу цепляемся за смысл, а в ролике мы можем цепляться только на видеоизображение. Это не так удобно. А вот когда мы имеем такой инструмент доступа к любой части ролика, то это сильно улучшает наше улучшает возможность студента по поиску, по быстрому поиску информации внутри ролика. И в этом случае, даже если ролик достаточно длинный, разыскать в нем нужную информацию становится гораздо проще. И даже в 20-минутном ролике можно быстро сориентироваться, найти, например, пару фраз нужных, которые были сказаны на 18-й минуте. И это очень важно, конечно, для обучения. так, что-то я здесь хотел сказать, наверное, именно то, о чем с вами и говорил только что. Эти же самые ролики, эту же самую информацию можно, да, здесь мы видим этот же самый ролик, но уже в YouTube. и оказывается, что достаточно просто из Camtasia в YouTube переместить титры, те же самые, и они будут для того, чтобы они использовались в том же самом ключе. Делается достаточно просто, нажимается на вот эту кнопочку CC, дальше мы переходим вот в такое окошко, нажимаем на кнопку добавить новые субтитры, нас спрашивает как мы будем создавать эти субтитры или загрузим файлом, мы выбираем загрузить файл, файл субтитров, а дальше мы должны выбрать файл в расширении с расширением SRT. Это простой текстовый файл, его структуру я показывать не буду, скажу лишь только, что такой файл, если вы субтитры создали в Camtasia, их можно сохранить в виде такого файла. Так вот, если мы сохранили их в Camtasia, то потом легко можем перенести в YouTube посредством этих операций. Выбираем один из этих файлов, загружаем его, нажимаем на кнопочку добавить, и субтитры появляются у нас уже вот в таком виде, это еще предложение их подправить, то есть вы можете в YouTube еще каким-то образом эти субтитры подправить, изменить их длительность, изменить сами их и так далее, сами значения, можно даже перевести на другой язык, если есть необходимость. Ну и теперь мы можем использовать эти субтитры, субтитры появляются само собой на самом изображении экрана, но не только, а еще если мы нажимаем на в YouTube на кнопочку еще и дальше на кнопку текст видео, то субтитры появляются под изображением и они автоматически подсвечиваются, именно та часть субтитров, которая в данный момент воспроизводится. И опять же они кликабельны, то есть находясь вот например на 13 секунде мы можем вполне перейти в любую часть, которая подсвечена, например снова на начало на 0.0 или на любой другой элемент наших титров. Ну и наконец интерактивное видео можно делать при помощи SyncLink. Помните я вам только что говорил об этом, когда мы говорили об интерактивном картинке. В данном случае видео является такой матрешкой, то есть в видео можно делать свою интерактивность и показывать дополнять это видео чем-то. Например дополнять вот такими как это выглядит SyncLink. Появляются вот такие вот вкладочки здесь. Например с 5 по 10 секунду появляется информационная вкладочка с каким-то значком на этот значок можно нажать и появляется либо видео приостанавливается и появляется либо текстовый комментарий либо картинка с текстовым комментарием либо ссылка либо в том числе и другое видео. Таким образом видео может как матрешка использоваться. То есть первое видео является объемлющим является как бы такой маткой из которого исходят дочерние видео фрагменты. Например вот вот такое внешнее видео может просто перечислять темы а их наполняемость наполнение этих тем будет происходить уже по вызову дочернего видеоматериала. Вот примеры вы можете здесь посмотреть и учебный ролик по этому виду вы можете посмотреть. Но вообще говоря на следующем вебинаре я хотел бы более подробно про это рассказать. И кстати показать прямо вот этот учебный ролик в ходе вебинара. Так что можете просто подождать до следующего вебинара который 22 числа состоится. Внутри YouTube тоже можно давайте перед тем как перейти к YouTube поговорим просто о том что когда мы сохраняем наш видеоролик в каком-то формате лучше всего его заранее готовить в том виде в котором это удобно для наших облачных сервисов основных. Основные сервисы это YouTube или Vimeo. Есть еще несколько видеосервисов но это это остальные основные. Мы как наиболее известным поговорим вот о YouTube но первоначально хочу сказать что очень хорошим тоном было бы изначальная ориентация на вот этот вот формат 1280 на 720 ну можно конечно готовить в еще более продвинутом формате ваши видеоролики 1920 на 1080 но это не обязательно вот вот этот вот формат ну во-первых этот формат это формат 16 к 9 да мне мышкой не очень удобно писать поэтому простите мой почерк формат 16 к 9 и вот в таком формате этот формат естественный для облачных видеосервисов хранить ваше видео именно на облачных видеосервисах есть множество причин я знаю что вузы не всегда любят вообще открывать свои ресурсы но это это большая глупость я не буду сейчас об этом говорить в сути суть суть этой глупости состоит в том что вузы не хотят открывать свой контент по причине якобы конкуренции с коллегами своими из других вузов а истинный смысл состоит в том что никто не хочет показывать какой убогий контент они готовят вот ну не суть как важно на самом деле мы говорим о преимуществе облачных сервисов так вот какие преимущества огромные преимущества то есть облачный сервис такой как вими или ютюб имеет по всему миру огромное количество серверов поэтому что с Камчатки что с Чукотки или наоборот из Австралии где-то ваш ролик будет смотреться примерно с одним качеством и главная гарантия того что он вообще будет воспроизводиться она близка к стопроцентной то есть это ну если исключить конечно вариант интернета отсутствие интернета на надежности интернета конкретно на вашем месте рабочем да а если вы будете хранить свой свое видео на своем же сервере то скорее всего и доступ к этому видео хороший будет только в небольшом пространстве рядом с вашим городом вот что касается остальных мест то это может быть очень и очень плохой доступ к вашему видео делающий невозможным его использование для дистанционного обучения это очень важный вопрос поэтому конечно опираться нужно на те сервисы которые обеспечивают стопроцентный доступ ну почти стопроцентный скажем так стопроцентную надежность надежность да ну еще я не хочу сказать что конкретно ваши сервера они скорее всего не выдержат если в какой-то момент времени будет происходить резкие резкое увеличение популярности вашего видео и кто-то и начнут туда приходить сотни людей одновременно то этот вопрос скорее всего будет не решен таким образом я категорически советую вам хранить все ваши материалы на открытых облачных сервисах таких как YouTube и Vimeo ну я уж не говорю о том что это соответствует продвижению вашего личного преподавательского бренда да потому что как иначе если вы все что вы делаете никому неизвестно то как же тогда о вас люди узнают ну это такое отступление было небольшое да так вот в YouTube тоже возможен свой интерактив возможно делать тоже горячие точки правда там все сделано очень интересно скажем так очень специфично все сделано вот один из вариантов интерактива даже есть в YouTube свои квесты когда вы начинаете с одного ролика потом переходите по ссылкам смотрите две минуты переходите по ссылкам с тем чтобы продолжить повествование и в зависимости от того куда вы перешли сюжет конечного ролика меняется тоже интересная очень вещь делается это вот так вот то что я сейчас вам покажу немножко устарело устарело буквально вот в последние две недели и скажу почему потом вот такая вот кнопочка существует в YouTube эта кнопка разумеется доступна только для владельцев видео то есть интерактив на основе своего ролика на основе ролика вы можете делать только в том случае если вы являетесь владельцем владельцем канала на которые вы сами положили этот ролик вы не можете делать это над чужим роликом так вот если вы находитесь в интерфейсе своего канала то у вас есть вот такой вот набор инструментиков и в нем есть вот кнопочка которая называется аннотации Анотация это, по сути дела, и есть вот такая вот горячая точка, которую вы должны нанести А. геометрически на какое-то место на экране и Б. разместить на оси времени, например, чтобы она высвечивалась с пятой по десятую секунду Для этого есть вот такой достаточно простой интерфейс, в котором вы можете выбрать вид выноски Не будем сейчас рассматривать, какие есть, примерно они одинаковые И настроить эту выноску, ее текст, ее размер, ее цвет, прозрачность, начало и конец на временной шкале И вот что важно, здесь выбрать, куда она должна указывать URL YouTube не позволяет вводить любые здесь URL, то есть любые ссылки делать на любые сайты Дабы сократить неправильное использование, как они считают, этого механизма Можно сослаться только на видеоролик в YouTube, причем на любое его место Можно сослаться на канал или на плейлист Либо можно сослаться на сайт, но на тот сайт, который специально помечен в вашем канале, как ваш сайт И относительно которого вы доказали, что это ваш сайт Ну, доказательство, оно, как это делается, не будем сейчас рассматривать Это вопрос управления уже вашим сайтом и управления вашим каналом в YouTube, более сложный вопрос Но принципиально на несколько таких сайтов вы можете организовать и делать на них ссылки Да, вот тот выбор, который можно сделать здесь Да, и то, о чем я говорил К сожалению, вот буквально две недели назад YouTube отказался от этой практики От возможности создания аннотаций И теперь есть два способа интерактива, введения интерактива Кроме титров, о которых мы с вами поговорили Вот есть две такие кнопочки Одна из них называется «Подсказки» А вторая — «Концевые ссылки» Ну, «Концевые ссылки», к сожалению, можно применять только в самом конце ролика А вот «Подсказки» — это более такой продвинутый вид Выглядит это примерно так Вы можете добавить Вот кнопочка есть «Добавить подсказки» после того, как вы нажмете вот сюда И есть несколько видов подсказок Опять же, подсказка на видео или на плейлист Подсказка на канал Вот очень важный и интересный момент Возможны опросы Это не тест Это опрос Например, вы проводите Делаете какое-то утверждение, какой-то тезис А потом хотите собрать информацию от ваших слушателей по поводу этого тезиса Вы можете сделать опрос И вам будет в виде линейчатой такой диаграммы Показано, сколько процентов ответило утвердительно, сколько отрицательно Или так далее Или вот можно сделать ссылку на сайт, если он подтвержден как ваш сайт Выглядит это примерно так Вот справа от вашего видео здесь появляется такой значок Он сейчас не показан При нажатии на этот значок Вот выплывает такая вот панелька В которой от одной до пяти вот таких вот ставок можно сделать Это Вот здесь вот, например, первая ставка показанная Это ставка на другой ролик А вторая ставка это как раз Вот ставка с опросом таким интересным С одной стороны, это гораздо интереснее тех аннотаций, которые были до этого С другой стороны, конечно, это сильно ограничивает нас В интерактивности, которая раньше была доступна В общем, я пока еще не составил своего мнения насчет того, положительное это или нет Но с точки зрения YouTube они говорят, что вот такие подсказки Они гораздо более кликабельны и привлекают больше внимания, нежели традиционные аннотации Вот по этой причине аннотации они убили, а оставили только вот такие вот подсказки Ну а теперь немножко про использование интерактива для создания видеороликов Вот вернемся к вот этой вот Тезис очень простой Любой интерактив, он содержит в себе некое движение То есть некое движение сцен От одного изображения к другому От одних цифр к другим А коль скоро это происходит Это движение сцен можно каким-то образом применить для создания видеоролика Например, один из способов поведения на интерактивном сайте вам кажется наиболее привлекательным Вот на основе этого сценария вы можете сделать свой видеофильм И сейчас я покажу пример вот такого видеофильма Его я сделал примерно там полтора года назад А потом расскажу как я это сделал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Ну вот вы видите как можно заставить статическое изображение стать нормальным видеофильмом Который уже порождает совершенно новое качество Когда мы видим вот эти вот полувозрастные пирамиды в движении Мы понимаем как изменяется мир Как изменяется его демографический состав А способ приготовления этого ролика был достаточно простой Вот видите тут есть кнопочки плюс один, плюс пять Если вы на них нажимаете вы переходите к новому изображению То есть плюс пять лет Остается только запустить видеорекордер И нажимать на эти кнопочки с правильной периодичностью Чтобы это происходило без дерганий Для этого я установил электронный метроном И под этот электронный микроном просто нажимал последовательно вручную на эти кнопочки Таким образом из интерактивного сайта На котором не было никакой возможности посмотреть видео Мы сделали видео, которое обладает совершенно новым качеством Я вам хочу сказать, что практически из любого интерактивного материала Методом либо ручным, либо каким-то полуавтоматическим Можно сделать примерно такие же вещи Вот блестящий пример Вы знаете, не буду вам сейчас его показывать Лучше полностью посмотрите этот ролик Ролик посвящен потерям во Второй мировой войне Статистики этих потерь Ролик целых 17 минут длится Но это совершенно замечательный ролик Появился его русский перевод И вот по вот этой вот ссылке вы сможете его посмотреть Так вот, изначально этот ролик тоже был интерактивным сайтом И уже потом его создатели догадались, что это настолько интересные статистические данные Что по нему можно сделать вот такой вот уже видеоматериал Да, ну и последний пример, который я люблю показывать Это визуализация Некого программного обеспечения Которое, в общем, тоже изначально не являлось видео Это сравнение 9 различных алгоритмов Сортировки Если кто-то из вас имеет отношение к программированию Ну, он, наверное, знает, что сортировка является Классическим основополагающим алгоритмом для всей теории программирования Так вот, за время развития информационных технологий Было создано огромное количество различных алгоритмов сортировки И некоторые из них являются более быстрыми, более эффективными А некоторые менее эффективными И вот для сравнения этих алгоритмов Вот такой вот ролик Сейчас я покажу небольшую его часть Потому что он 4 минуты длится Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, достаточно Там дальше еще уточнения Всякие другие способы Ну, вот вы знаете Когда я 30 лет назад начинал свои опыты в программировании Вот таких визуальных средств очень сильно не хватало Потому что получить представление об эффективности разных алгоритмов Это очень дорогого стоит Ну что ж, мы почти подошли к концу Осталось у нас вот такой в большей части, наверное, философский пункт Пункт, да, который, как я говорил Объединяет в себя пункты 1 и 2 Тут мы должны просто подумать о том, что Интерактивность это... Интерактивность это... Мы не просто можем подмешать медиа внутрь интерактивности О том, что интерактивность это новый способ структурирования медиа Медиа само по себе является средством таким сильно действующим, да Но медиа нуждается в структурированности Просто давать... Мы можем свои ролики просто дать в виде последовательности роликов на странице А можем это сделать совсем другими способами Да, и вот те способы, о которых мы говорили Являются еще способами лучшего структурирования видео Вот в данном случае мы видео даем в смысловом поле карты знаний Да, и это позволяет нам совместить тот смысл, который дает видео С теми смыслами, с облаком вот этих смыслов, которые дает карта Вот в этом случае, ну здесь явно не видно видео, да Мы получаем кусочки видео, возможно, да Как части вот этого вот, как бы это сказать Терминологического, в терминологическом контексте То есть мы можем нажимать на разные термины И получать разные видеоматериалы, которые их объясняют Это очень существенный способ управления видеоматериалами Где ударение делается на важности термина Вот в такой вот постановке, когда мы медиаматериалы помещаем в гигапиксельную картинку Вот здесь вот, да, например Ну тут медиа, как я уже говорил, это один из сильнейших способов скрещивания различных видов медиа Гигапиксельная картинка является сама по себе новым видом медиа И когда к ней мы некоторые ее фрагменты можем проиллюстрировать каким-то видеофильмом или видеоотрывком Это, конечно, добавляет, создает совершенно неповторимый набор сочетаний между тем, что мы можем посмотреть любой фрагмент И тут же посмотреть про него какой-то комментарий Ни картинка в отдельности, ни видео в отдельности это не позволяет сделать Ну и тоже можно сказать про такой вот более простой способ подачи информации Когда от простой картинки идут какие-то видеоматериалы Тут тоже сразу видно, что видео сконфигурированы не по последовательности, а по своей привязке к какому-то фрагменту изображения Таким образом, изображение является ведущим медиа, а видео является тем медиа, которое разъясняет это ведущая медиа Ну что ж, коллеги, все, да, вот как всегда в своих последних курсах я предлагаю вам обратить внимание на мой учебный курс, который будет проходить в ближайшее время Начиная с 23 марта по 22 июня И на этом курсе как раз будут рассмотрены большинство тех сервисов, о которых я сегодня говорил Timeline.js, StoryMap.js, Tilda и некоторые другие еще сервисы, такие как карта и так далее Если вам интересно, приходите ко мне, там будет более подробное изложение Коллеги, на сегодня мы исчерпали нашу повестку дня Есть ли у вас какие-то вопросы? Вы так тихо смотрели, не задавая никакие вопросы Может быть, они возникнут у вас сейчас Спасибо, вам тоже спасибо Может, какие-то тезисы у вас есть или ремарки? Ну что ж, коллеги, если есть только выражение благодарности, я могу в ответ тоже выразить благодарность за то, что вы к нам пришли Приходите на мой следующий вебинар Я вот забыл вам дать ссылку на него Сейчас я быстренько постараюсь это сделать Следующий вебинар состоит с 22 числа Сейчас я сделаю ссылочку, ведущую прямо на него В виде которой вам будет удобнее Так, сейчас что-то я немножко не то сделал Одну минутку Так, вот эта ссылка Следующий наш вебинар будет называться Папури бесплатных инструментов для разработки учебного контента На нем мы познакомимся с некоторыми сервисами, о которых здесь я не говорил И частично о сервисе SyncLink более подробно поговорим, о котором я здесь рассказывал Посмотрим видеофильм о нем учебный Вот, тоже должен быть интересный вебинар Я подготовил для вас интересную информацию Ну что ж, коллеги, если вопросов нет А, вот что-то Можно ли разработав учебный контент Использовать его на занятиях без интернета Интересный очень вопрос Можно, но лучше, конечно, иметь интернет Дело вот в чем Ну, в общем, скажем так Что-то можно, а что-то нет Очень часто вот эти все интерактивные сервисы Созданы по следующему принципу То, что в вашем курсе производится вставка очень-очень простого кода Который просто обращается к движку На стороне производителя сервиса Который, собственно, этот код и обеспечивает Например, вот этот вот таймлайн Который воспроизводит шкалу времени Он обращается к себе на сервер Для того, чтобы обеспечить все те движения Перемещения прямые Ведь интерактивность это все-таки достаточно сложный такой инструмент Потому и интересны эти сервисы Что если бы мы их делали своими силами И силами своих программистов Это было бы чрезвычайно затратно И нам бы никто не позволил бы это сделать А так мы имеем некие инструменты Которые нам позволяют своими наработками пользоваться бесплатно Но за это мы должны быть в интернете все время Вот, собственно, и так Но в некоторые моменты иногда можно и без интернета посмотреть Это вот конкретно по каждому сервису надо отдельно рассматривать Коллеги, ну что ж Тогда всем всего хорошего И до встречи 22 числа Я надеюсь, что вы тоже придете на этот вебинар До свидания КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...